Оскалить зубы, выцелить, показать язык. Хорошо. 64-летняя медсестра Людмила Устинова на больничной койке оказалась 5 дней назад. С 45 лет от гипертонии принимает таблетки, но возраст и переутомление дали о себе знать. Как результат – инсульт. По ночам еще работала, я считаю, что ночи. С ночной смены пришла, ничего не предвещала. Ужин готовила и все, и потерялась. Если у пациента появилась асимметрия лица, или односторонняя слабость в руке или в ноге, или у него нарушилась речь, конечно, необходимо срочно вызвать скорую помощь, чтобы быть доставленным в специализированное отделение, которым является наше отделение. Чем быстрее пациент окажется в больнице, тем больше шансов на полное восстановление. Врачи говорят о 4,5 часах, и это вместе с обследованием. Кстати, изначально гипертония может не проявлять в себе и протекать бессимптомно. Молодежь от этого заболевания страдает все-таки реже. Чаще в больницу попадают люди пожилые. Барнаулец Юрий Мещеряков спустя двое суток после инсульта чувствует себя почти нормально. На скачки давления раньше никогда внимания не обращал. Вес в норме, но вредные привычки имеются. Кроме сигарет ничего нет. Жил, как жил. Ни в чем себе не отказывал. Ни в чем не отказывал, да. Риск инсульта у курящих повышается ровно в два раза. А после того, как человек в любом возрасте прекращает курение, этот риск начинает снижаться. И по данным статистики, в течение пяти лет он постепенно становится таким же, как у его ровесников, которые никогда не курили. Напомним, факторы риска ожирения, малоподвижный образ жизни, помимо курения, злоупотребления алкоголем, да и больше чайной ложки соли в день употреблять не рекомендуют. Болезни сердца и сахарный диабет тоже могут способствовать развитию гипертонии. И наоборот, из-за высокого давления страдает сердце, почки, сосуды, сетчатка, глаза. Кстати, восстановление после инсульта может быть быстрым, а может занять недели или месяцы. В пятой горке для реабилитации есть все условия. Различные тренажеры помогают восстановить утраченные функции. Самая хорошая тренировка, кардиотренировка, это ходьба. Сейчас посмотрим, измерим давление, пульсы, посмотрим реакцию. Ежегодно медицинскую помощь в этом неврологическом отделении получают около тысячи человек. Если бы все, кто выписался, соблюдали рекомендации медиков, повторных инсультов было бы гораздо меньше. К слову, реабилитироваться после второго и третьего сложнее в разы. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...